Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео мы продолжаем изучение королевского гамбита и сегодня рассмотрим вариант, связанный с ходом d6. Этот ход предлагал еще Роберт Джеймс Фишер, 11-й чемпион мира по шахматам. После d4 g5 самый лучший ответ белых здесь h4. Почему? Потому что если пешка продвигается до g4, атакуя коня, пешка h4 будет контролировать поля g5 и h4 от выпада черного ферзя. После g4 конь вынужден отойти на поле g1. Естественно, если конь g5, то после f6 белые проигрывают этого коня. А если белый конь отойдет на поле d2, то он будет несколько стеснять слона c1, что тоже не очень хорошо. Давайте посмотрим после хода конь g1, что могут предпринять черные. Они могут сыграть конь f6, нападая на пешку e4. С идеей сыграть конь h5. Это хороший ход. Белые отвечают конь c3, конь h5, конь ge2. Чтобы также защититься от выпада черного коня на поле g3. Слон e7, атакуя пешку h4. Ферзь d3. Белые освобождают поле d1 для своего короля. Черные берут пешку на h4, шах, король d1 и c6. Дальше следует конь f4, конь g3, ладья g1. Такая хорошая тактическая борьба, которая обычно и происходит в королевском гамбите. Из-за чего его любят любители тактики. Те, кто хочет играть остро. f5. Вот это угроза. Во-первых, взятие пешки на e4. И, во-вторых, выпад слоном на поле f5. Поэтому белым, во-первых, нельзя и отдавать пешку на e4. И также бить пешку на f5 тоже невыгодно. Поэтому белые здесь должны играть ферзь e3. И вот этим ходом они расставляют небольшую ловушку. Здесь черные. Ну, естественно, белые угрожают побить пешку f5 со вскрытым шахом. Черные как-то должны защищаться. И самый лучший ход в этой позиции это ферзь e7. Защищаясь от скрытого шаха и нападая на пешку e4. Если же черные захотят эвакуировать своего короля, они попадут в ловушку. Потому что после слона c4 шах, слон с темпом развивается, с шахом, положение черных уже достаточно тяжелое. И здесь правильный ход. Это ход король g7. Он хоть как-то позволяет держаться черным. Давайте посмотрим. Конь h5, король h8, ферзь h6 с угрозой. Мата ферзем с поля g7 черному королю. Ферзь e7. Защита у черных достаточно сложна в этой позиции. Давайте посмотрим, что будет, если черные ошибутся окончательно, сыграв король h8. Тогда последует конь g6 шах. Брать коня нельзя пешкой из-за простого мата ферзем с поля h6. Поэтому черные играют король g7. И после нескольких ходов получают мат. Король e7, ферзь h7 шах, король f8. Но тут любой ход. И ферзь f7 мат. Вот такая небольшая ловушка. Назовем этот вариант вариант фишера. Может возникнуть после 13 хода белых. Ферзь e3. Продолжение смотрите в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова